Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно. И сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш Новости. Мы начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тогда температура опустилась до минус 29,1 градуса Цельсия. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 1,98 рубля, евро 2,46 рубля и 3,49 рубля за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают Белгазпромбанк, Абсолютбанк и БНБбанк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в Банке Решения, Идея Банки и Беларусьбанке. Курс продажи доллара составляет 1,98 рубля, евро 2,47 рубля и 3,52 рубля за 100 российских рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международный день бармена – профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля. Дата праздника выбрана в честь Дня Святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Стоит отметить, что православной церковью Святой Аманд не почитается, но сам праздник, День Бармена, в нашей стране прижился и с каждым годом становится все популярнее. Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей. Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки. Помимо этого, они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет. В феврале в Гомеле на площади Восстания будет организована работа универсальных ярмарок «Выходные дни». Гомельчанам представят широкий ассортимент потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов. Режим работы ярмарок с 9 до 15 часов. Как сообщает газета «Гомельские ведомости», в городе над Сожем пройдут кастинги конкурса «Мистер Гомель-2018». Организаторы, сотрудники филиала студии Сергея Нагорного ждут парней в возрасте от 18 лет и ростом от 180 сантиметров в городском центре культуры 16 февраля с 18 до 19.00 и 18 февраля с 15 до 16.00. У претендентов на выход финал конкурса «Щюри» будет оценивать не только внешние данные, умение держаться на сцене и отвечать на каверзные вопросы, но и могут попросить продемонстрировать вокальные данные. Финал конкурса «Мистер Гомель-2018» состоится 22 апреля. Он пройдет под темой «Мир мужчин». В музее автографа Центральной городской библиотеки имени Герцена открылась выставка живописи Владимира Алексеевича Евтухова «Вслед за солнцем». В ее рамках вниманию посетителей представлено 12 пейзажных работ в технике масляной живописи. Данная выставка – своеобразная ретроспектива творчества художника, где автор показывает этапы своей жизни и творчества. Особое место в работах Владимира Алексеевича занимает изображение любимых и родных мест. Одним из самых насыщенных периодов в своей жизни мастер называет пребывание на просторах Сибири и на Дальнем Востоке, где он смог запечатлеть в картинах красоту и настроение этих живописных мест. Выставка продлится до 14 февраля. Вход для всех желающих свободный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Египте недалеко от пирамиды Хафра нашли гробницу знатной женщины-жрицы. Возраст захоронения и хорошо сохранившихся фресок археологи оценивают в 4400 лет. Гробницу нашли в западной части некрополя Гизы. Очередные раскопки там начались в октябре 2017 года. О том, что где-то в этом районе должна находиться гробница придворной дамы, было известно с 1909 года, когда археологи нашли несколько блоков с рельефными изображениями захоронения. Чтобы добраться до помещения, археологам пришлось поднять около 300 кубометров почвы. По мнению ученых, захоронение принадлежит Хетепет, жрице-богине Хадхор. Ее изображение можно найти на стенах гробницы. Там же изображены слуги, несущие дары и благовония, сцены охоты и рыбной ловли. В помещении есть ниша для статуи захороненной, но саму ее обнаружить не удалось. На автобусных остановках Лос-Анджелеса появилась довольно необычная реклама «Синтетические люди в полиэтилене», которые могут дышать и двигаться. В скором времени компания Netflix выпустит свой новый сериал под названием «Медоизмененный углерод». В связи с его выходом на остановках в Западном Голливуде появились искусственные люди, завернутые в полиэтилен. Многих прохожих шокирует такая реклама, но некоторые были в восторге от этой затеи. Так как манекен под пленкой дышит и двигается, местные жители сначала решили, что там находится реальный человек. Специалисты из НАСА обнаружили в атмосфере титановещество, свидетельствующее о наличии микроорганизмов. Над поверхностью спутника Сатурна специалисты зафиксировали небольшую концентрацию акрилонитрила, соединение, участвующее в формировании клеточных мембран микроорганизмов. Больше всего подобных молекул обнаружили над южным полюсом титана. Из-за низких температур акрилонитрил концентрируется в капли и попадает в метановое озера. В ходе эксперимента было установлено, что на севере спутника данного вещества хватит для создания 10 тысяч живых клеток на 1 кубический сантиметр, что превышает число микроорганизмов в прибрежных районах земных океанов. В преддверии зимних Олимпийских игр из Южной Кореи уже появляются занимательные истории. В Пьенчхане произошла курьезная история. Повара сборной Норвегии прибегли к помощи Google Translate, чтобы заказать партию яиц. Но онлайн-переводчик подвел их. В итоге вместо полутора тысяч яиц, которые требовались повара, они получили аж 15 тысяч. По словам одного из поваров, они удивились и заподозрили что-то неладное, когда поняли, что их заказ разгружают слишком долго. В итоге им удалось договориться о возврате 13,5 тысяч яиц, которые были заказаны по ошибке. Остальные же яйца будут использованы для приготовления еды норвежской сборной. По сообщениям Белта, группа физиков из Бразилии и Израиля заявили, что луч света можно не только замедлить, но и вовсе остановить. Чтобы это сделать, луч необходимо поместить в точку, в которой сталкиваются две одинаковые электромагнитные волны. Благодаря этому открытию можно будет замораживать и размораживать свет, при этом сохраняя всю переносимую им информацию. То, что подобное действие можно совершать со светом, доказывает, что остановить можно и звук, и иные поля, подчиняющиеся пространственно-временной симметрии. Специалисты уверяют, что электромагнитные волны переносят информацию гораздо быстрее и эффективнее, чем электрические сигналы. Сейчас ученые работают над тем, каким образом можно заменить транзисторы и металлические дорожки в чипах световыми аналогами. Но пока это не удалось, так как движением света очень сложно управлять. Еще одна важная проблема — пока не получается добиться бесконечно долгого существования одной световой волны. В конце концов, она затухает или рассеивается. Ученые прогнозируют, что это открытие станет важным моментом в развитии световых компьютеров и иных футуристических гаджетов. Это были ФРШ Новости. Для вас я готовил Павел Мехно. И помните, доброе утро приносит добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова